Я помню, когда мы были в Европе, все группы из Соединенных Штатов, из Европы, когда мы были в Румынии, была огромная любовь, и Майк Эллок, и Шимон чувствовалась любовь одного к другому. Теперь я спрашиваю, это та любовь или не та любовь? Это было что-то поразительное, любовь между нами, объединение между нами. Так что называется, что вы говорите, что пока еще нет между нами любви. На каждом уровне у тебя это есть, но этого, по сути, недостаточно. Ученики Рабишимона тоже достигали состояния, когда они вместо любви раскрывали ненависть, и тогда они не любили до этого друг друга. Любили, конечно, а потом перешли опять к ненависти, а потом опять раскроется им любовь в то время, как начали читать и писать зор, справили свою ненависть. Потом опять упали в нее. Так каждый раз мы идем двумя ногами, левая, правая, левая, правая. Что ты хочешь меня так спросить? Румыния? Это уже в прошлом, в последнее время было многое состояние, мы уже там не находимся. Мы как раз продвигаемся, я не говорю, не отрицаю этого, но сейчас мы находимся в очень особом состоянии. Но, когда мы должны сейчас буквально увидеть то место, где мы соединяемся, таким четким образом, когда каждый это видит внутри себя, то место, где мы соединяемся, где мы начинаем вместе вязать эту вышивку, как это называется, гоблен, макраме, из себя самих, самих, когда это все мы, это наши свойства, которые таким образом соединяются. Что значит, что мы строим парцу? Посмотрите только, что делает высший свет, он берет, он поступает и берет какой-то свет, свойство Амнуна, какое-то твое, и даже от Нива, и еще свойства от Сеньки, Орена и всех этих людей. Из них начинает плести формы соединений. Так же самое мы видим в парцуфах в 10 сферах. Вот у каждой сферы своя сфера, в каждой из них еще своих 10 подсферах. Это не просто как гобелен, когда ты видишь эту вышивку. Это в бесконечно безмерном, в многомерном мире. То есть наша работа вообще, это только Хиссарон, но мы не постигаем этого Хиссарона. Нам кажется, что нам нужно объединиться. Это проблема в этом моменте, камень предкновения, где мы, каждый из нас, и не просто, когда мы сидим вместе и кричим, а чтобы нам было ясно, чего мы просим. Мы просим силы, чтобы соединило наше желание и подвело нас к единому желанию. Это то, что нам необходимо. И тогда этот Хиссарон должен расти все больше и больше. Но это в постоянной работе, это называется молитвой. И дай Бог, чтобы молился, весь день сказано. Все постигается в молитве. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...